Ну как же без сказки в нашей прекрасной сказке? Такой вот каламбур. Встречайте Хельга Потаки. Жил-был человек, и ничего у него не было. И картошки у него не было, и пожарить ее было некому. Проснулся он как-то утром, посмотрел на календарь, а на дворе уже 31 декабря. Надо, значит, Новый год отмечать, а елки-то и нет, да и в гости никто не придет. Загрустил тогда человек, вышел на улицу, сел в троллейбус и стал по садовому кольцу кататься. А колончик не пробил, потому что совести у него тоже не было. Вот едет он, по сторонам смотрит. Вдруг пошел щеночек с белым ушком и сел на соседнее сиденье. И так смотрит на человека, и так глядит, будто ищет что-то, словно в самую душу к нему заглядывает. Нет у меня ничего, иди отсюда! Человек кричит, а щеночек все равно не уходит. И решил тогда человек собачку к себе домой забрать. Вот и тут они, под мезду подошли, а там на двери объявление висит, кто нашел щеночка с белым ушком. Позвоните по такому-то телефону, и вознаграждение вам за это будет какое-то. Тут у человека совесть проснулась, устала грызть его. Вдруг малыш перед праздником плачет, и утешить его никто не может. Или бабушка старая одна в новогоднюю ночь останется. Взял и позвонил. Ну, там, конечно же, все обрадовались и позвали Новый год человека вместе отмечать. А там девушка красивая была, дочка хозяйская. Уже очень она этому человеку приглянулась, и он ее в гости позвал картошку жарить. Пришла она к нему со своей картошкой, а потом вышла за него замуж, и родилось у них много-много детей. И вот однажды под Новый год приходит к нему сынок любопытный и спрашивает, пап, а пап, а что такое ничего? Оно, наверное, страшное. Да нет, сынок, ничего совсем не страшное. Ничего не бывает. У него даже название есть свое. Ничего. Хочешь, расскажу тебе одну поучительную историю. Жил-был человек, и ничего у него не было. И картошки у него не было. И пожарить ее было тоже некому.